Этот уникальный сборник будет включать сразу пять томов. Антология Победа появится в рамках проекта Президентская историческая библиотека и выйдет в свет уже к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Решение было принято в стенах Российского исторического общества по итогам заседания редакционного совета проекта. Впервые в истории современной России под одним переплетом будут собраны произведения, созданные и, что самое важное, изданные в период Великой Отечественной войны. Отмечу также, что в наших планах выпуск целой серии книг под титулом Президентская историческая библиотека. Это и русская историческая проза, и всемирная историческая книга. Пятитомник включит в себя как произведения известных авторов, так и работы, которые до последнего времени оставались за пределами внимания широкого круга читателей. Это и пьесы, написанные и частично поставленные на сцене в годы войны, и публицистика, в том числе военных корреспондентов, и даже детская литература. Выпущена антология будет сразу в двух вариантах. Мы предполагаем, что их лучше сделать в рамках вот такого издания в одной коробке, и два варианта. Один вариант, скажем так, более массовый, более, не скажу дешевый, потому что все издание будет сделано на хорошей бумаге, в хорошем оформлении, но более простой. И вариант подарочного издания, ну, если для подарков, я думаю, что это, ну, действительно хороший такой подарок и к Дню Победы, и к другим праздникам. Первые два тома будут посвящены военной прозе. Остальные три – поэзии, детской литературе и публицистике. В сборник войдут произведения Константина Паустовского и Валентина Катаева, Ильи Оренбурга, Смыла, Маршака и многих других. Отбором текстов займется специально созданная комиссия. То есть это реальная летопись войны во всех ее перипетиях. Мы знаем, что страна воевала на фронтах, страна готовила победу в тылу, но страна еще и продолжала издавать книги. Это вполне очевидная вещь, но никогда этот корпус произведений с такой полнотой не был представлен. Нельзя сказать, что здесь не будет Симонова и Твардовского. Конечно, они тоже будут, но будут писатели очень разных поколений. И те, которые завершали свой творческий путь в войну, и те, которые были совсем молодыми и получили известность потом. За годы войны вышли десятки тысяч книг. И это несмотря на ожесточенные бои, огромные человеческие потери, голод, холод и разруху. Теперь главная задача – посмотреть на эту литературу сквозь прошедшие десятилетия, перелистнуть пожелтевшие страницы и дать им новую жизнь. Серия победы станет не только историко-литературной, но и нравственной летописью Великой Отечественной войны. И именно поэтому она должна стать доступной массовому читателю. Муниципальные библиотеки и школьные библиотеки. В совокупности это почти 100 тысяч библиотек. И не воспользоваться этой системой, системой доступа к культурным ценностям, ну, наверное, было бы грешно, когда есть хороший проект, есть хорошие идеи, есть хороший комплект книг и есть готовая инфраструктура для того, чтобы это распространять. Вопрос о том, как соединить эти вещи. Первые тома проекта президентская историческая библиотека представят не позднее весны будущего года. Служба информации Российского исторического общества.